В конференциях появились мысли, что все-то гражданское право умерло, и нами будут проводить компьютеры, все наши отношения. Но, значит, сейчас такая точка зрения, конечно, уже не такая популярная, хотя время от времени она появляется, но более взвешенной позиции она заняла свое место, и все прекрасно понимают, что нужно приспосабливать гражданское право под складывающиеся отношения. И принятый в марте 2019 года федеральный закон 34 ФСЗ о цифровых правах показывает, что наш законодатель тоже пытается успеть за внедрением цифровых технологий, и в связи с этим возникают, значит, я бы хотела остановиться как поспорить с законодателем в определенной части, так и, соответственно, нерешенных вопросов. Речь пойдет об электронном договоре. Значит, не давая сейчас определения, я могу сказать, что речь пойдет не о договоре в электронной форме, хотя это главное, хотя это важное. Речь идет о таких договорах, которые живут в киберпространстве, то есть заключаются, исполняются, меняются. Значит, разумеется, форма электронная. Значит, в связи с переселением некоторых, не всех, слава богу, договоров в киберпространство, в иностранных литературе даже уже появился термин демонтилизация договорных отношений, и французские следователи сказали, ади упопи, до свидания бумага, да, вот, но для адекватного правового реприима таких отношений, соответственно, нужно, как бы, понимать, что понятие сделка осталось, понятие обязательства существует, но есть особенности, вот, на них нужно, собственно, остановиться. Значит, несмотря на то, что, я бы сказала, что электронный договор, это не только договор об электронной форме, конечно, это основное. Значит, наш законодатель, закон 34 ФЗ, приравнял электронную форму сделки в письменной форме. Значит, я могу сказать, что, во-первых, я не согласна с законодателем, а потом могу сказать, откуда появилась такая ошибка. Дело в том, что электронные формы сделки существуют в двух видах. Во-первых, в виде файла машинной информации любого формата. Разумеется, в данном случае все содержание договора, оно записывается просто на электронный носитель. В этом отношении от бумаги это мало чем отличается. Ну, кроме самого носителя, разумеется, тех особенностей, которые с ним связаны. Особенности серьезные. Выключен электрический, нет носителя, его прочитать не может. Нет, но это попутно. Но в любом случае это можно приравнять электронную, значит, вот такую электронную форму к письменной форме, приравнять, сказать, что это то же самое, только просто другой носитель информации. Но дело в том, что электронная форма существует еще в другом виде, который только сейчас появился, развивается, и как мы должны быть готовы. Значит, электронная форма в виде компьютерной программы, позволяющая заключать договоры в кипер-пространстве, а также исполнять, менять. Значит, вот данная форма сделки, она серьезно отличается от бумажного носителя, вот, и поэтому, конечно, вот если подробно разобрать эти особенности, будет понятно, что это не одно и то же. Значит, я нашла, я сейчас об этом поговорю, я нашла два вида, два типа договоров, которые могут быть заключены в форме компьютерной программы. Во-первых, это смарт-контракты, о них я сейчас не говорю, просто называть. И второй, это договоры, заключаемые через транзакционный сайт, короче, это просто интернет-продажи. Все заключаются, все знают, да? Значит, соответственно, под электронной формой сделок следует понимать такую форму воли изъявлению сторон, при которой, первое, воля сторон выражена с помощью электронных или иных технических средств. Второе, в форме электронного документа, файла или компьютерной программы. Значит, третье, в этом документе с помощью цифрового кода зафиксированы все записи этой сделки, включая ее в существенные условия. Четвертое, имеется способ достоверного определения лиц, выразивших волю на заключение сделки, в том числе путем проверки их электронной подписи. Кстати, закон 34 раза не отменил электронную подпись, он просто сказал, что не только она нужна. Нужна ведь, нужна и не подпись, нужна воля изъявления, нужна метод проверки этого воли изъявления. Если мы можем сказать, что воля изъявления действительно и выражена определенным лицом, субъектом права, то в данном случае можно, подпись может быть, может не быть. Значит, ну, электронная подпись остается одним из способов аутентификации электронного документа, но не единственным. Вот, собственно, в этом отношении я согласна законодательству. Минкация пятая. Содержание воли изъявления должно быть выставлено на материальном носителе длительного пользования. Я не даю определения, соответственно, это соответствующая директива ЕС, там есть понятие, электронного носителя длительного пользования в неизменном виде. Итак, особенностью электронных договоров, одним из признаков электронного договора, он отличает, обладает особенностями, которые отличают его от других договоров, является его дистанционный характер. Значит, он заключается в основном на расстоянии, и поэтому, с точки зрения церкви гражданского права, договор является договором между отсутствующими. Другим признаком электронного договора, который отличает его от других договоров, является особенностью электронного документа, в котором воплощена воля сторон. Вот тут я немножко хочу, соответственно, вернуться к той классификации видов электронной формы сделок, которые я предложила. Значит, обычный договор в электронной форме заключается в виде, вот, файла машинного информации любого формата, либо электронного статического документа, иными словами, который внешне похож на традиционный документ, однако вместо бумажного носителя он зафиксирован на электронном, отсюда и позиция нашего законодательства, что электронные формы сделки разновидны с простой письмой сделки. Значит, электронный документ заключается в виде динамического гипертекстового документа. В литературе указано, что электронные документы не должны быть простой имитацией бумажных документов. Компьютерная программа не просто фиксирует воли изъявления сторон, как в предыдущем случае. Электронный договор может быть динамическим гипертекстовым документом. Он может ссылаться на другие источники информации, ссылаться на такой договор легче, чем на бумаге. Договор может реагировать не только на запросы сторон, но также реагировать на любые изменяющиеся условия, затем информировать стороны об этих новых событиях и условиях. Иными словами, электронный договор связан в сторону друг с другом при желании с другими людьми, а также с разными источниками информации, базовыми данными, способами, которые трудно представить с помощью бумаги. Соответственно, возникает упомянутый выше электронный динамический документ, который предоставляет информацию в режиме онлайн, в последней редакции, с учетом состояния исполнения обязательства. Ну вот, рассматривая такую форму сделки, можно говорить о появлении гипертекстового электронного документа, который становится формой электронного договора. Он точно не похож на помощный носитель. Третьим признаком электронного договора, я немножко хочу повеселить, на это мы закончим. Ну, это довольно интересно. Который отвечает от обычного договора, является возможностью заключения этого договора с помощью так называемых электронных агентов. Или, как они еще называют, тиректуальных агентов. Значит, тиректуальный агент – это компьютерная программа. Вот. Или программа-аппаратный комплекс роботов, используемая автономно для инициирования действий, ответа или сообщения. Значит, агент может быть простым макросом для Excel или Word, либо более сложным образованием в системе искусственного интеллекта, способным к обучению, обнаружению кризисов и вынесению собственных решений. Значит, дело в том, что такие тиректуальные агенты, являясь программами, они способны по… ну, программируют определенным образом, и в зависимости от желания пользователя, они заключают договоры, принимая собственные решения, автономные от человека. И, собственно, в литературе был поставлен вопрос. Ну, предположим, что такой интеллектуальный агент заключил договор, ну, что произошла какая-то ошибка, да? Заключил договор, который ни за что бы не заключил пользователя. Возникает вопрос о недействительности сделки, то есть возникает порог воли, да? Значит, соответственно, можно признавать такой договор недействительным по мотивам порога воли, или он все-таки действительно это, потому что пользователь обязан принять все то, что заключает ему его интеллектуальный агент. Значит, в литературе было высказано три точки зрения на правую природу электронных агентов. Первая точка заявить довольно просто, что это просто средство, способ передачи информации, да? Вот есть программа, я ей как бы вот дал задание, она мне заключила договор. Поэтому все последствия вот каких-либо... Инструмент согласия. Вот, коротко, это инструмент согласия. Вторая точка зрения, что интеллектуальный агент – это виртуальный человек, то есть продолжение личности, пользование киберпространстве. Третью точку зрения, она довольно оригинальна, поэтому я, собственно, ее сейчас воспроизвожу, она принадлежит к Сашу Паплану. Он предложил... Я с этой точки не согласна, но она интересная. Он предложил... Сделал следующее предложение. Давайте так. Началась теория юридического лица. Вы знаете все, что одни... Одно из взглядов на юридическое лицо – это теория фикции. Ну, потому что нет такого лица, нет такого субъекта права. Это просто прием юридической техники. Да, вот. Решили, что некий коллектив людей будет у нас единым субъектом права. Ну, допустим, за ним закрепили имущество. Он предложил, давайте сделаем то же самое с интеллектуальным агентом. Давайте наделим его имущество за счет пользователя. Значит, и вот эти... Если, допустим... Значит, и... Признаем его субъектом права, признаем его юридическим лицом. Он предложил конструкцию юридического лица растянуть и ее приспособить к вот этим программам, которые действуют по поручению человеком, но принимают решения абсолютно самостоятельно. Значит, в этом случае снимается вопрос о недействительности сделок и отвечает, они будут закреплены за ним имущество. Вот, собственно, вот такие вопросы были поставлены в литературе по поводу электронных договоров. Соответственно, я могу только сейчас сделать определение, это будет мой вывод. Наконец, закончу. Под электронным договором необходимо понимать договор в виде динамического и гипертекстового электронного документа, который может заключаться дистанционно, в том числе через электронных агентов различными способами, через транзакционный сайт, путем к гипертализированному обмену данными, либо посредством виртуальной, публичной формы и тому подобное. А также может автоматически исполняться по наступлению определенных обстоятельств без дополнительной команды человека. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Людмила Георгиевна. Такое интересное выступление.